Три океана, дюжина морей, 20 курортов, полсотни пляжей, и миллион впечатлений. И вот наконец мы приплыли к финальному выпуску нашего морского сезона. Всем привет, друзья, это Орел и Решка. Привет, ребят. Мы начинаем наш заключительный уикенд в этом сезоне. И приехали мы к нашим соседям, в Турцию, в город Измир. И так как этот уикенд у нас заключительный, то уже абсолютно не важно, у кого будет 100 баксов. Это правда. Главное, чтобы золотая карта была у меня. Эй, а вот мне на самом деле не важно, у кого будет золотая карта. Супер! На то мы порешали? Ну нет, решает монетка. Монетка просто инструмент. Если ты хочешь, чтобы у тебя было 100 баксов, так и будет. Смотри. Орел. Решка. Ты обманщица. Тебе не хотелось, чтобы у тебя было 100 баксов? Коль, ну слушай. Ты обманула меня. Надо так надо. Это я монетка. Это не я. Ты все время ответственность на нее спихиваешь. На. Уходи. Я не могу больше смотреть на тебя. Слушай, ну не последний же. Последний. Закончить морской сезон 3 мы решили в турецкой провинции Измир. Потому что Измир – это концентрация всего, что нам так понравилось за эти 20 выпусков. Бескрайнее море. Фантастическая природа. Вкуснейшая еда. И древняя история. Частью которой уже стал и наш морской сезон. То, что провинция Измир – это курорт, видно сразу. Мой отель прислал за мной машину прямо в аэропорт. Вольво XC90 – одна из самых безопасных машин в мире. По результатам краш-тестов IIHS – авторитетного Американского страхового института – она получила максимальную оценку безопасности. А все потому, что Вольво XC90 напичкана различными системами безопасности. Предупреждение схода с дороги. Предотвращение переворачиванию. Автоматического торможения. И подушки безопасности по всему периметру автомобиля. Звучит очень надежно. Кроме безопасности, Вольво XC90 славится своим комфортом. Посмотрим, какая она внутри. Внутри такая хорошенькая, светлая, перфорированная кожа. Это что? Это розетка. 230 вольт. Я пытаюсь посмотреть весь функционал этой машины. Сиденья работают прекрасно. Я проверила. Не такая уж она и безопасная. Пришло время разменять последние 100 долларов этого сезона. Итак, было 100 баксов, теперь у меня 585 лир. Я король. Король лир. Здесь есть такси, здесь есть автобусы. Но самый быстрый и экономный вид транспорта – это метро. Я не могу, что-то, что-то, где-то... Я, 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 я. Я, 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 я... I need a ticket to center города, to Sarkhane. Будучи? Ну, чтобы не терять времени зря, я вам расскажу об Измире. Итак, первый факт. Здесь весь транспорт круглосуточный. То есть как только перестает работать метро, начинают работать автобусы. Нон-стоп. Пост сдал, пост принял. Представляете, в Измире есть целый район, который зимой отапливается за счет подземных горячих источников. Почти сто лет назад город был полностью уничтожен пожаром. Отстроили, потушили и отстроили. Между прочим, в Турции есть поговорка, что перед тем, как умереть, нужно обязательно пожить в Измире. Слышали? Ну, тут про уикенд там ничего не говорится. Потому что у меня еще есть время. Измир – это крупнейший бизнес-центр. В нем есть второй по значимости порт после Стамбула. И это третий по величине город Турции. Но это все сухие факты. А в городе главная его атмосфера и колорит. И почувствовать их можно, прогулявшись по древним улочкам из мира. Как у любого другого города, у Измира есть свои достопримечательности. И вот первая из них. А это лифт-ассансер. Помимо того, что он сам по себе интересен, он еще и соединяет две части старого города. Сейчас лифт используют для того, чтобы подняться на смотровую площадку. Но еще сто лет назад у этого лифта была очень-очень важная функция. Дело в том, что раньше грузчикам приходилось таскать из порта мешки в верхнюю часть города по горе. А после того, как построили лифт, процесс значительно ускорился. Но это не единственная версия. Есть еще одна альтернативная. Здесь раньше был еврейский квартал. И однажды один многоуважаемый еврей сломал ногу. И для того, чтобы он не мучился с подъемом, для него построили лифт. Ну, мне кажется, это маловероятная версия. Следующая достопримечательность из мира – знаменитые турецкие торговцы мороженого. Слушайте, сейчас будет шоу. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Этих торговцев называют дандурмисты. Их видел каждый, кто бывал в Турции. Но мало кто знает, в чем их секрет. Все дело в ингредиентах. Дандурма – это не совсем привычное нам мороженое. Его готовят из жирного козьего молока. Добавляют туда муку из клубни орхидеи и смолу мастикового дерева, из-за чего консистенция получается плотной и вязкой. Поэтому мороженое не тает и легко удерживается на металлической палке-мешалке. И, наконец, третья и самая главная достопримечательность из мира – морская набережная. Она филигранно огибает весь город и является любимейшим местом для отдыха у местных туристов. Это центральная набережная города. Здесь гуляют пенсионеры, гуляют молодежь, здесь есть кафешки, здесь есть все что угодно, велодорожки. Единственное, конечно, чего здесь нет – это пляжа. Все дело в том, что город Измир – это только центр провинции, а все курорты находятся за его пределами. Туда я и отправлюсь. Вот мне интересно, сколько мы с тобой километров за поездку наматываем? Думаю, нам нужны фитнес-браслеты. Будем точно знать. На Е-каталоге должно быть куча предложений. Выбираем раздел с фитнес-браслетами. Устанавливаем параметры по ценам – от дешевых к дорогим. Всего 10 баксов. Чего это мы с тобой без браслетов до сих пор? Хм, оп. Пока Коля только собирается познакомиться с регионом, я уже приехала в курортную деревушку Аллачати. Аллачати – это несколько десятков роскошных вилл, пристани для дорогих яхт, уютные ресторанчики и пятизвездочные отели на берегу Эгейского моря. В одном из таких отелей я и забронировала себе номер. Отель называется The Stay Warehouse, что означает остановка на складе. До 2017 года здесь хранили пиво. А сейчас это эко-отель класса люкс. При его строительстве использовали только переработанную древесину – кирпичи и стекла из старых домов, чтобы не вредить природе. Интерьер отеля выполнен в стиле лофт, открытая планировка, высокие потолки и куча всяких странных предметов декора, которые очень удачно сочетаются вместе. Причем весь этот декор находится в рабочем состоянии и постояльцы отеля могут им пользоваться. Это какая-то уже новомодная штучка. Я бы так смело не давала мне сразу. Знаете, мечта детства – дома нельзя было на велике кататься. Вот, выросла. Виртуозный поворот. Так, тихонько. Наверное, поставлю я игрушку свою. Ну что ж, пора посмотреть сам номер. Как и весь отель, он тоже выполнен из природных материалов. Дерево все такое прям натуральное. При этом просторный, светлый, с кучей необычных дизайнерских решений. Красиво, но прикроем женскую часть. Она, кстати, чем-то на меня похожа. Бам! Прям все так стильно, ничего лишнего и очень красиво. А я приехал в еще один городок провинции Измир. Я в Чешме. Так, как будто я пришел домой пьяный. Я в Чешме. Но на самом деле Чешме – это курортный город. И я приехал сюда в поисках солнца, пляжа и впечатлений. В Чешме находится пляж Илыджа, который называют турецкими Мальдивами. А я хорошо помню, что такое пляж на Мальдивах. Это бирюзовая, подогретая солнышком водичка. Зеленые чубчики пальм. И белоснежный песочек. Чешме лак дышать. Сильный песочек. Сильный песочек. Но на пляже Илыджа я увидел другую картину. Ну посмотрите на это, ну что это такое? Посмотрите, как не убрано, какой грязный песок. Очень грязный, сколько мусора. Это что, инфраструктура, здесь нет инфраструктуры. Ее даже нигде поставить. Здесь же два человека лягут вот так вот. Третий не по месяцу. Смотри, ему придется лицом в воду, а он там захлебнется. Оказалось, что до купального сезона на этом пляже еще месяц. И его просто не успели привести в порядок после зимы. Вы посмотрите на эту воду, она же прозрачная. Прекрасная вода. И песок сам по себе хороший, просто грязный. Его бы почистить и все будет хорошо. Вон есть кафешка, можно больше столиков поставить, инфраструктура наладится. Я ведь хочу, чтобы этот пляж был лучше, чтобы я в следующем году приехал и гордой рукой поставил четверку, как минимум. Поэтому, окей, дотягиваем до тройки, но в следующем году я буду строже. Тем более, что расстраиваться рано. Несмотря на то, что купальный сезон еще не начался, но в Чешме есть место, где можно купаться круглый год. Потому что вода теплая. А почему она теплая? Потому что она не зависит от общей температуры моря. Она зависит только от подземных источников, которые ее греют. Оказалось, что все морское побережье Чешме подогревают горячие подземные источники, которые, словно фонтанчики, пробиваются сквозь морское дно. Температура воды колеблется от 33 и до 55 градусов. Вот такая интересная вода. Вот она отсюда идет холодная. Здесь прям горячая. Настолько кипяток, что мне кажется, что минут семь и я тебя буду скрутую. Но кроме того, что это тепло, это еще и полезно. Местная вода содержит множество целебных элементов. Все это помогает от ревматизма, подагры, рахита, болезни почек, печени, улучшает обмен веществ, состояние кожи, костей, нервных и кровеносной системы. Короче, выходишь отсюда молодой, красивый, без прыщей, без болезней, спокойный и веселый. Как раз то, что надо в конце сезона. Ну класс! А я тем временем приехала в лучший ресторан на побережье Игейского моря. Фахринин Йери. Самый первый рыбный ресторан в этом регионе. Его фишка в том, что рыбу тут готовят по особым рецептам. Я заказала фирменное блюдо – рыба на подушке из овощей с чертополохом и йогуртовым соусом. В славянской культуре чертополох использовали как оберег. Из него делали специальный отвар и путники брали его с собой в дорогу. А еще в средние века чертополохом лечили меланхолию. Сейчас проверим эти удивительные свойства на чертополохе из Измира. Та-дам! Ну что сказать, ну что сказать. Принесли мне рыбу на блюде. Желают знать люди, как она на вкус. О, как нежно. Рыбка свежайшая. Ну понятно почему. Доставка быстрая, море под рукой. Но если честно, я не могу распробовать чертополох. Такое вот, знаете, послевкусие имеет такой пикантный привкус чертополоха. Еле уловимый, я бы даже сказала. Ну еще бы. Это же сорняк, который растет на бабушкиных огородах. И в это блюдо его добавляют не из-за вкусовых, а из-за целебных качеств. И поел, и оздоровился. Не знаю, как чертополох. Ну вот рыба с йогуртом прям отлично. Все у хозяйка на заметку. О, это ты? А я подарок папе выбираю. Смотри. Беспроводные наушники – это отличная штука. Качество звучания классное, и провода мешать не будут. Отличный вариант для активного человека. Е-каталог поможет выбрать любую модель. И все так просто – заходишь, выбираешь, покупаешь. Провинция Измир славится не только дорогими блюдами из рыбы, но и легендарным турецким фастфудом. Кумру – это турецкий бутерброд, который готовят на гриле. Для него используют традиционную бездрожжевую булочку, сухую колбасу со специями суджук, вареную колбасу, твердый сыр и помидоры. Хоть блюдо выглядит простым, но имеет непростую историю. Спасибо. Когда-то давно владелец этой сети служил в американской армии. Там он попробовал гамбургер. Ему очень понравился этот изыск заокеанского кулинарного искусства. Он решил по приезду сюда сделать свой гамбургер. Ингредиентов не было, он решил сделать гамбургер из турецких ингредиентов. И получилось вкусно. И вот уже 80 лет – это самый популярный фастфуд в Турции. Хороший перекус, знаете, горячий бутерброд. Стоит чуть больше доллара. Поэтому, мне кажется, его стоит купить. Ну что же, голод побежден, можно двигаться дальше. Поскольку это финальный выпуск сезона, я решил не сдерживать себя и арендовать номер в одном из лучших отелей города. Находится он на берегу Игийского моря в историческом районе города. И называется караван-сарай. Сарай с турецкого переводится как дворец. Отелем он был уже в шестнадцатом веке. И в нем часто останавливался султан со своим караваном во время торговых походов. А сегодня здесь отдохну и я. В самом дешевом номере за 43 доллара. Посмотрим на мои бюджетные хоромы. Какой хороший номер. Он, конечно, небольшой. Но фишка этого номера в другом. Здесь постарались сохранить первозданный вид султанского отеля. Оконницы необычной формы. Резная рамка для зеркала. Кованые светильники. То есть с шестнадцатого века здесь ремонт меняли только косметически. Свечи заменили на лампочки. В кондиционере раньше там вентилятор был. А до вентилятора там раб-дул. Вот так вот сидел. Круто. И телефон посмотрите. Как раз тоже, по-моему, в шестнадцатый век еще. Еще через восьмерку можно звонить по междугородке. Супер. Я доволен этим решением. Ведь, вы знаете, Турция одна из тех стран, где за 40 баксов действительно можно снять себе номер хороший. Кофевать. Ведь важно, где ты спишь. Действительно важно. Коля показал, что в Турции можно отлично провести время на сто долларов. Поэтому все, что вам нужно, это прилететь и найти их. Вот в этом катамаране. Потом пришлете нам фоточку с довольной улыбкой. В поисках бутылки и приключений отправляйтесь в городок Аллачати. Приезжайте в местный порт и найдите там ресторан «Фахри Ниньери». Двигайтесь от него в сторону главной дороги. Сверните налево и ищите старый заброшенный катамаран в кустах. Там и будет вас ждать финальный клад этого сезона. Сегодня был поистине чудесный день. Продолжу это волшебство во сне. Спокойной ночи. Друзья, последний вечер сезона. И одновременно радостно и грустно. Еще столько всего хотелось вам сказать. Сколько всего интересного было в этом сезоне. Сколько мы видели городов. Вау, это были невероятные путешествия. Вау! 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 Кит! Друзья, путешествуйте. Путешествовать – это прекрасно. Потому что открывая мир, мы открываем себя. Курорты Турции всегда славились своими вкусными и сытными завтраками. Вот вам и доказательства. Творожок с ягодами, мед в сотах со сливками, разные виды варенья, чай, огурчики-помидорчики, вкусный свежий хлеб. Ну вот 10 из 10. Причем такой завтрак может себе позволить даже бюджетный турист. Доброе утро, друзья. Посмотрите, какой у меня завтрак роскошный. А вид какой! Вид на миллион. Я думаю, даже миллионов на 50. Потому что только вон та яхта трехполодная стоит миллиона полтора. Это 1750. Но эти по 200-250 тысяч. На второй день я решила отправиться на пляж. За этот сезон мы повидали много необычных пляжей. Белые и красные, скалистые и песчаные, популярные и секретные. Но в окрестностях Измира есть поистине удивительное место. Это озеро Салда. Посмотрите, какая красотища. Это самое глубокое и чистое озеро Турции. Его глубина 184 метра. Протяженность 9,8 километров. Но и это еще не все. Вода этого пресного озера считается одной из самых чистых в мире. А его песок содержит элементы, которые есть только на Марсе. Ученые шокированы этим открытием и пока не нашли объяснений этому феномену. Оно восхитительное. Хочется им любоваться. И вы знаете, если бы меня спросили, как выглядит спокойствие, я бы вспомнила это озеро. Какая Турция без древних легенд и неразгаданных тайн? И в провинции Измир есть такое место. Развалины античного города Эфес. Туда я и отправился. Эфес когда-то был процветающим городом на берегу Эгейского моря. Но 14 веков назад его разрушило землетрясение. Сегодня от города остались руины, легенды и множество любопытных фактов. Итак, сейчас расскажу вам одну интересную историю. Это богиня Ника, богиня Победы. Это одно из немногих изображений этой богини, которое дошло до наших дней. Этот барельеф пережил 30 веков. Кучу землетрясений, ураганов и войн. Но чуть был не уничтожен в наши дни. Раньше здесь существовала такая как бы традиция потереть грудь Ники для того, чтобы в жизни было счастье. И за десяток лет грудь богини на этом артефакте была практически стерта. Поэтому сейчас Нику оградили от любопытных туристов. Ну что ж, а мы продолжаем череду самых интересных фактов. Друзья, конечно вы все знаете выражение «пойти налево». А знали ли вы, что оно пошло отсюда? Расскажу, как это произошло. Здесь была библиотека. А вот здесь слева от меня был публичный дом. Многие мужчины говорили своим женщинам, я иду в библиотеку. Женщины, конечно, отпускали, потому что мужчина должен быть умным. А мужчина оказался умнее и шел не в библиотеку направо, а туда, где его всегда ждали, были рады и целовали. Налево. Но Эфес знаменит даже не этим. Именно здесь находится одно из семи чудес света – храм Артемиде. Здание, которому 26 веков назад по красоте и величию не было равных. 100 метров в длину. 52 метра в ширину. И 127 колонн, вырезанных из мрамора вручную. Но так здание выглядело раньше. Сейчас от него осталась одна колонна. И одна из статуи Артемиды, которую переселили в музей. Вот она. Вот она. Это статуя Артемиды. Я ее искал по всему городу, а она оказалась в музее. Артемида – это богиня охоты, плодородия и женского целомудрия. И с этой статуей связана еще одна интересная загадка. Вот об этом я вам и хочу рассказать. Есть несколько версий того, что же это все-таки такое украшает ее грудь как ордена. Первая версия, что это грудь, как символ ее женской силы, плодородия. Версия вторая – это бычьи яйца. Потому что раньше Артемиде в жертву приносили бычьи яйца. Третья версия, что вот эти штучки – это янтарные мешочки, которые тоже приносили в жертву для того, чтобы жить были благополучно. Ну еще есть одна версия, это одна из современных, современные ученые. Говорят, что это памятник группе Виагра к ее 15-летию создали. И вот здесь отображены все составы группы. Мне эта версия очень нравится. Недалеко от озера Салда есть еще одно легендарное место, которое местные называют новым чудом света. Источники Памоккале. Это белоснежная гора с бирюзовыми бассейнами посреди зеленых холмов. Появилась она благодаря подземному источнику. Вода в нем богата карбонатом кальция, который столетиями оседал на склоне горы. И покрыл ее твердым белоснежным налетом. Местным это место напоминало гору Хлопка, за что его и прозвали – Памоккале, в переводе – Хлопковый замок. Какая красота, ребят! Очередное чудо природы! Такое впечатление, что я попала на какой-то снежный курорт. Кроме того, вода этого источника имеет еще и целебные свойства. Успокаивает нервную систему, помогает справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и улучшает состояние кожи. Музыка. Вид очень впечатляет. Это действительно то место, куда стоит приехать и увидеть его. Очень красиво. Недалеко от Эфеса есть еще одно интересное место. Деревня Шеринджа. Это десяток стареньких белых домиков, которые ютятся под рыжими крышами среди буйной зелени. С виду ничего примечательного. Но с этой деревней связана одна интересная история. Между прочим, эта деревня признана лучшим местом для того, чтобы встретить конец света. Такими авторитетными источниками, как календарь Майя, журнал Таймс и Том Круз. Сейчас все объясню. В середине морского сезона 3 мы вам рассказывали о береге Майя. Месте, где жила древняя индейская цивилизация. Которая уже полторы тысячи лет назад придумала систему водопровода, счета, письменности и календарь. Согласно которому в 2012 году должен был наступить конец света. Но вместе с прогнозом конца света индейцы майя оставили еще и координаты самого безопасного места на этот случай. Удивительно, но именно этим местом оказалась турецкая деревня Шеринджи. Об этом написало популярное американское издание Нью-Йорк Таймс. Публикацию которого прочитал знаменитый голливудский актер Том Круз. Который решил последовать совету и спрятаться от конца света именно здесь. Вы знаете, я осмотрел все эти миссии невыполнимых и думал, какой Том Круз молодец, какой сильный. Какой у нас есть защитник, плечо на которое можно опереться. А тут бац, конец света и все. И он ищет, где бы его переждать так, чтобы его не зацепило. Трус. Брюс Уиллис бы узнал про конец света, лицом бы к лицу встретил и остановил бы его. Ну окей, приостановил бы как минимум. Том Круз. Том Круз – планета Груз. Кроме Тома Круза в деревню приехало еще несколько сотен человек. 21 декабря 2012 года здесь переночевать стоило около тысячи баксов. Представляете себе, под конец света решили срубить денежки. Хитрецы. Конец света не случился, но в деревню продолжают приезжать туристы. То ли чтобы посмотреть на главную аферу века, то ли посмотреть на место, где дрожал от страха Том Круз. С высоты прям очень красиво. И сама деревня красивая. И горы вокруг. Как сказал бы Том Круз – увидеть и умереть. Ну какой же выпуск морского сезона и без яхт! Поэтому я арендовала себе моторное судно и отправилась в море. Но в море я вышла. Не только любоваться красотами. Вот же самое интересное в моей морской прогулке. Мои кусочки наслаждения. Именно так переводится рахат лукум. Есть две легенды, как рахат лукум появился. Первая из них – у султана в гареме начались капризы. Любимым женам не хватало любви и нежности. Он думал-думал и им приказал сделать десерт. И так, чтобы каждый десерт был со своим вкусом. Пришел он в гарем, каждой жене раздал по кусочку. И каждая жена чувствовала себя особенно. Со мной бы такой номер не зашел. Вторая легенда. Тот же султан, но с другой проблемой. Как-то ел сладости, а в то время были сладости в основном леденцы и сломал зуб. Распереживался, разволновался и издал указ, что кто придумает сладость мягкую, вкусную, тот будет до конца своих дней богат. Такой торговец нашелся. Сделал рахат лукум. Ну и собственно жил очень хорошо потом. 100 грамм лукума – это 300 калорий. Сладость нелегкая. Но у меня конец сезона. Могу себе позволить стать жирненькой, счастливой девочкой. В купальнике еще не скоро я буду ходить. Измир, как старый добрый друг. Слушайте, сейчас будет шоу. Радушно встретит. Какая красота, ребят. Сытно накормит. Уанг умру, не поем умру. Мягко постелит. И не даст заскучать. Сходить налево. Со мной бы такой номер не зашел. Мне кажется, это маловероятная версия. Могу себе позволить стать жирненькой, счастливой девочкой. Слышали? Вот, выросла. Хитрецы? 10 из 10. Я король. Памятник группе Виагра. Очень впечатляет. Как сказал бы Том Круз, увидеть и умереть. Коля. 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 Коль, я тут. Давай сюда скорей. Ха-ха-ха. Алина, это что ты придумала? Ты решила меня на яхте покатать? Ну давай быстрее, идем. Я сейчас тебе все покажу. Ну это же идеальная концовка морского сезона. Посмотри, там вода, там вода. Алина, ты так трогаешь, что тут тоже скоро будет вода. Ой, Коля, вы знаешь, говорят, что океан изучен намного меньше, чем космос. И мы с тобой вот уже сколько сезонов открывали, столько тайн, столько видели всего необыкновенного. И вот мне искренне хочется, чтобы как можно больше телезрителей увидели эти чудеса. Вот киты, ты же видел китов. Посмотри, что они уторяют. Посмотри, какая красота. Один прям играется, выпрыгивает, бьет хвостом. Слушай, а ты видела голубую дыру в Тбилизи? Да, это было потрясающе. Ах, это красиво. Слушай, реально столько всего крутого. Махи-махи. Махи-махи, ура! А ты с сардиной Минреала. Да. Ой, я бы еще раз поехала. Да. Научился. Научился очень круто. Очень круто. Друзья, это, конечно, круто. Слушайте, мы желаем, чтобы у вас тоже такое было. Вообще мы желаем, чтобы ваше море всегда было спокойным, всегда было теплым и приносило своими волнами свои лучшие дары. Пришло время это сказать. Ну вот и закончились наши морские приключения. Смотри, земля! Союз! Земля, уху! Очень круто. Классно! Уху! Уху!